МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом году их 19. Из рук головы Северной Осетии они получили памятные подарки. Сохранить или сравнять с землей? Жаркие споры возникли вокруг госпитального кладбища во Владикавказе. Историки выступают за сохранение. Сменила платье на кимоно. Дзюдоистка Ирена Хубулова готовится к юношеским Олимпийским играм. На счету астинской спортсменки уже десятки побед. Глава Северной Осетии встретился с выпускниками детских домов республики. В этом году их 19. На личную встречу с главой приехали из Моздока. Вячеслав Бетаров поздравил детей с окончанием школы и пожелал успехов. От имени главы республики выпускникам вручили памятные подарки. Со словами благодарности Вячеслав Бетаров обратился и к руководителям, и воспитателям детских домов. Директорам. Он отметил, что их работа важна и необходима. Также глава республики подчеркнул, что выпускники детских домов без присмотра не останутся. Руководство республики будет следить за их дальнейшей судьбой, помогать при поступлении в учебные заведения и в обеспечении жилье. Исходя из того, какую профессию выберут абитуриенты, они будут прикреплены к соответствующим министерствам. Профильные ведомства будут следить за учебой подопечных, помогать им с трудоустройством и даже с решением бытовых проблем до тех пор, пока они не станут полностью самостоятельными. В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка при главе республики Артур Кукаев отметил, что программа шефства над выпускниками детских домов реализуется уже третий год подряд. В протяжении всего времени, пока выпускник обучается в среднем специальном образовательном учреждении, либо в высшем учебном заведении, курацию осуществляет министр, руководитель органов исполнительной власти и, соответственно, контролирует процесс обучения, контролирует все необходимые нужды, которые есть у ребят. Он им помогает. Это могут быть и бытовые вопросы, какие угодно. То есть, находится в постоянном контакте с выпускником детского дома и помогает им. Сегодня Вячеслав Бетаров вручил ключи от квартиры Нодару Плиеву. Новое жилье во Владикавказе – подарок в честь 70-летнего юбилея народного артиста. Глава республики отметил, что сложно переоценить вклад Нодара Плиева в популяризацию хореографического искусства Осетии. Он также поблагодарил артиста за годы активной творческой деятельности. Напомним, Нодар Плиев был артистом государственного ансамбля народного танца Грузии и солистом государственных ансамблей «Алан» и «Щимт». Хореограф поблагодарил главу республики за такой подарок и сказал, что такое внимание становится стимулом к новым творческим совершениям. 227 молодых семей республики получат субсидии по государственной программе обеспечения жильем. На эти цели будет направлено почти 178 миллионов рублей. Об этом стало известно на заседании правительства Северной Осетии. Оно прошло сегодня под председательством Таймураза Тускаева. Также был утвержден список граждан, имеющих право на получение от государства бесплатного земельного участка. Рассмотрели и дорожную карту по решению проблемы обманутых дольщиков. Кроме того, говорили о лауреатах премии правительства республики в области молодежной политики. Их уже определили. Трое молодых активистов получат премии в размере 50 тысяч рублей. На заседании обсуждался и вопрос поддержки фермеров. В частности, речь шла о сельхозпроизводителях, занимающихся разведением мелкого рогатого скота. На развитие этой отрасли планируют выделить субсидии в размере 2,5 миллиона рублей. Члены правительства также заслушали доклад о результатах деятельности рабочей группы по повышению эффективности управляющих компаний. Тайм-Рост Ускайф отметил, что проблемы рабочая группа обозначила верно, но более важно определить управленческие и надзорные структуры на муниципальном уровне. Именно они должны контролировать работу управляющих компаний. Если мы говорим о том, что штат управляющей компании укомплектован директором, главным бухгалтером, юристом, и нет штатов по реальному поддержанию технического состояния домов в нормативном состоянии, это очень плохо. И мы говорим о том, что есть конкурсные комиссии, которые определяют выбор той или иной управляющей компании. Это функция муниципальных образований. Порядка 3,5 тысяч членов избирательных комиссий будут обеспечивать порядок на предстоящих выборах депутатов и глав сельских поселений. Более 700 в избирательной кампании будут участвовать впервые. Для них необходимо организовать обучающие семинары. Об этом сегодня говорил заместитель председателя ЦИК Республики Сосанбек Кудаков в ходе встречи с представителями региональных отделений политических партий. Из 338 постоянных избирательных участков в проведении выборов будут задействованы 40. На данном этапе подготовки важно тесное взаимодействие с партиями. Грамотно подойти к своей работе должны наблюдатели и доверенные лица. Максимально открытый диалог следует обеспечить и со СМИ. Чтобы избежать каких-либо провокаций, отметили участники встречи. Необходимо организовать и встречи среди молодежи. По словам Сосанбека Кудакова, именно молодежь к избирательному процессу и власти в общем относятся достаточно скептически. ЦИК уже проводит различные мероприятия. Это семинары, мастер-классы и брейн-ринги. Помочь привлечь их внимание должны представители партий. Напомним, 9 сентября в единый день голосования в четырех районах республики. Иравском, Кировском, Малагирском и Пригородном пройдут выборы депутатов представительных органов и глав муниципальных образований. Учитывая тот факт, что совсем недавно прошли выборы президента, мы провели их успешно, хорошо. И в данный момент мы ведем подготовку и к выборам в органы местного самоуправления. Участковые комиссии готовы. И в дальнейшем мы будем также с перспективой работать на то, чтобы какие-либо выборы любых уровней проходили в соответствии с законом. Как сохранить историю? Вопрос с госпитальным кладбищем во Владикавказе уже много лет остается открытым. Историческая ценность объекта, говорят историки, очевидна. На кладбище находятся братские захоронения воинов не только времен Великой Отечественной, но и Первой мировой войны. Сейчас погост заброшен. По закону территорию следует сравнять с землей и разбить парк или сквер. Однако, по мнению специалистов, уничтожать эту страницу истории нельзя. В ситуации разбирался наш корреспондент Алана Томаева. Историки отмечают, что госпитальное кладбище считалось престижным. Доподлинно известно, что один из городских глав, Марк Орел Исенко, был похоронен именно здесь. Здесь же могилой дореволюционных времен. На госпитальном кладбище сохранился уникальный склеп-часовня из Тремских. Найти его крайне сложно. Однако, грабителям это удалось. К сожалению, он был разграблен довольно давно. Трудно сказать, даже когда это было сделано. Но он разрушается и до сих пор в таком не очень приглядном виде находится. Хотя, как я сказал, это единственный сохранившийся у нас в городе подобный склеп-часовня. Однако, историческую ценность кладбище представляет именно как госпитальное. Историки уверяют, его несколько раз равняли с землей. Поэтому число погребенных здесь людей нельзя называть даже приблизительно. Книг учета тоже нет. Естественно, в Великую Отечественную войну это кладбище продолжило быть госпитальным. То есть, туда со всех практически госпиталей города свозились умершие. То есть, это те же защитники Владикавказа, которые погибли от ран в госпиталях или от болезней. И были похоронены там. Но, естественно, никакого памятника, ничего там нет. Хотя, там было 27 братских могил после войны. Одна там сохранилась братская могила. Мы за ней ухаживаем. Кладбище официально закрыто с 60-х годов. По стечении минимум 25 лет по закону его должны сравнять с землей и сделать парковую зону. Но историки утверждают, уничтожить госпитальное кладбище нельзя. Оно представляет историческую ценность. К тому же, разбивать парк на его месте как минимум нецелесообразно. Вокруг на несколько километров только заводы. Надо его как-то зафиксировать, чтобы никто, ни заводы, ни какие-то предприятия не потеснили его. Зафиксировать территорию, взять ее под охрану какую-то. И постепенно обограживая, не снося. Здесь что-то создавать. Можно какие-то мемориалы братские в честь погибших. Можно сюда перезахоронивать каких-то найденных военнослужащих с территорией Осетии. Как-то его задействовать саму. Сохранить склеп Ясториенский. Тоже уникальный памятник. Но почему он дальше разрушается и никому не волнует его судьба, к сожалению. Вопрос о судьбе госпитального кладбища поднимается каждый год. Ответственные ведомства уверяют, периодически следят за санитарным состоянием. В городской администрации говорят, к решению проблемы необходимо подойти основательно, выслушав мнение и жителей, и историков. Примерно в сентябре будет рассматриваться бюджет на следующий год. И если будет такая возможность, то хотя бы поэтапно, на первом этапе включить какие-то работы. Эти работы будут включены. Но, опять же, это, наверное, с учетом мнения общественности должно быть, с учетом мнения специалистов, что будет в дальнейшем на этом месте. Потому что подходить однобоко или полностью разбивать там парк, игнорируя исторические объекты и братскую могилу, тоже не совсем корректно. Но времени на обсуждение уже слишком мало, уверяют специалисты. Уникальные захоронения, склепы и памятники истории рушатся. Кладбище гибнет. У специалистов несколько предложений, в том числе сделать из него мемориал. Тогда госпитальное кладбище останется не только в исторических хрониках. Алана Тумаева, Ибрагим Чочиев, Алан Суанов. Новости Осетии. И переходим к нашей ежедневной рубрике темы. Мы рассказываем о самых обсуждаемых новостях в федеральных СМИ. Моя коллега Белла Бекоева сделала подборку главных тем этого дня и уже готова ими поделиться. Белла, тебе слово. Здравствуй, Лена. Владимир Путин назначил спецпредставителем по цифровому развитию полного тезку своего пресс-секретаря. А Минздрав предложил повысить акцизы на алкоголь крепче 9%. О самых актуальных новостях прямо сейчас. Владимир Путин назначил Дмитрия Пескова из агентства стратегических инициатив своим специальным представителем по цифровому развитию. Об этом информирует пресс-служба Кремля. В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил, что спецпредставитель не будет сотрудником администрации президента. Ему предоставляется только статус. Он также напомнил, что одной из приоритетных задач в послании президента и в майском указе была тотальная цифровизация экономики и социальной сферы. Напомню, ранее Владимир Путин призвал единые международные правила игры в цифровой сфере. Следователи назвали главную ошибку при тушении пожара в зимней вишне. Начальник Кемеровской службы пожаротушения Андрей Бурсин, первым прибывший к загоревшемуся торговому центру «Зимняя вишня», арестован на два месяца. По версии следствия, он неправильно оценил ранг пожара и отправил на тушение недостаточно людей. Среди обвиняемых также технический директор и управляющий торгового центра, руководители и сотрудники компании, которая отвечала за систему пожарного оповещения, а также охранник, который не включил сигнализацию. Всего по делу проходят 11 человек. Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 60 человек. Большая часть из погибших – дети. Минздрав поддержал идею вести акциз на этиловый спирт для производства парфюмерно-косметической продукции. Об этом пишут «Известия». Издание напоминает, что с идеей вести акцизы со следующего года выступил Минфин. При этом производители, которые подтвердят, что использовали сырье для изготовления парфюмерии, смогут получить налоговый вычет. По мнению ведомства, это мира поможет бороться с нелегальным производством алкоголя. По прогнозам экспертов, после введения новых акцизов парфюмерная продукция подорожает. Цены взлетят как минимум в полтора раза. Не исключено, что закроются мелкие производители, а спрос на импортную продукцию возрастет. Елена, на этом у меня все. Будем дальше следить за развитием событий в стране. Спасибо, Белла. Реализация пилотного проекта по обеспечению лекарствами пострадавших на производстве людей с профессиональными заболеваниями началась в Северной Осетии. В территориальном управлении Фонда социального страхования собрались руководители аптек и медицинских учреждений. Им рассказали о сути проекта. Отметили также, что он реализуется пока в трех субъектах страны, среди которых теперь и наша республика. Тех, кто попадает под эту программу, в Северной Осетии более тысячи человек. 400 из них регулярно выписывают препараты. Раньше пациенты сами покупали лекарства. Чеки предъявляли в Фонд социального страхования, после чего им возмещали часть потраченных денег. Теперь лекарства можно будет приобрести по выписанному врачом рецепту в ближайшей к дому аптеке, с которой вычитываться будет соцстрах. Мы с нашего бюджета Фонда социального страха перечисляем около 14 миллионов на их счета. Ну, кому-то 4 тысяч, кому-то 20, а кому-то и под 90 тысяч. Это зависит от того, на какой процент у него утеря трудоспособности и какая была заработная плата. Представить жизнь современного человека без гаджетов и интернета практически невозможно. Сегодня с помощью всемирной паутины работают, отдыхают и даже записываются на прием к врачу. Но есть и отдаленные места, где людям о таких возможностях приходилось только мечтать. Теперь это в прошлом. Спутниковый интернет дошел до самых высокогорных уголков Северной Осетии. Его главное преимущество — полная независимость от наличия местных наземных интернет-провайдеров. Все, что требуется для работы, — это место для установки антенны и источника электропитания. Подробнее о новом технологическом рывке расскажет наш корреспондент Генрия Толбегова. Быть онлайн всегда и везде. Даже там, куда раньше было не дотянуться. Компания «РТКОМ» дает такую возможность. Это поистине технологический прорыв. Новая марка спутникового интернета «Сенсат» для дома и офиса теперь доступна и для жителей Северной Осетии. Сегодня в городе Владикавказ компания «РТКОМ» официально представляет начало предоставления услуг скоростного доступа в интернет под торговой маркой «Сенсат» на территории Республики Северной Осетии. Владикавказ стал 18-м по счету городом, где презентовали сенсационный спутниковый интернет. И это действительно большое событие для республики. Северная Осетия – регион с высокогорными селениями. Есть даже такие места, где нет сотовой связи. А современные технологии от «РТКОМ» помогут стереть границы. На пресс-конференции журналисты и блогеры. Руководители компаний рассказывают о развитии услуги, актуальных тарифах и условиях подключения. Подключиться к нашей услуге очень просто. Можно зайти на сайт, оставить заявку, либо позвонить по контактным телефонам. Наши менеджеры оперативно свяжутся и предложат вам или купить оборудование, или взять в аренду. Стоимость оборудования 29 900. Тарифные планы начинаются от 670 рублей, скорость до 45 мегабит в секунду. Вопрос доставки, монтажа решается у нас очень оперативно, потому что у нас в каждом регионе есть официальный дилер, который в удобное для вас время приедет, смонтирует квалифицированное и вы будете полноценно пользоваться услугой широкополосного доступа по торговой марке «Сенсат». Установить тарелку легко и просто. Для этого не нужны особые умения и знания. Эта часть презентации, пожалуй, самая интересная. Здесь каждый может попробовать смонтировать конструкцию самостоятельно. Подключить спутниковый интернет у себя дома может любой желающий. Для этого достаточно мобильного приложения и небольшого набора инструментов. Многие устанавливают спутниковый интернет в загородных домах, чтобы быть всегда на связи. Но «Сенсат» востребованы среди предпринимателей, которые ведут свой бизнес на труднодоступных территориях. Спрос на услугу уже есть, говорят представители компании, несмотря на то, что знают они еще не везде. Но это для компании только дополнительный стимул к развитию. Несмотря на юный возраст, дзюдоистка Ирена Хубулова имеет в копилке спортивных побед множество наград. В свои 17-е она становилась чемпионкой всероссийских и международных соревнований. Из последнего – победа на первенстве Европы. О том, почему выбрала именно дзюдо и как готовиться к юношеским олимпийским играм, спортсменка рассказала нашему корреспонденту Сабине Гатаговой. Еще детские черты лица и бойцовский характер. Кимоно – любимый наряд. Из 17 лет своей жизни Ирена Хубулова посвятила дзюдо целых семь. Причем в спорт попала случайно, привел старший брат. Говорит, сразу поняла, что хочет заниматься именно этим. Я вообще очень личный ребенок была, и я хотела чем-нибудь заниматься, чем-нибудь, мне было все равно чем, но чем-то хотелось. И я пришла в дзюдо, и мне очень понравилось, понравился этот вид спорта. Всего 7 секунд в финальной схватке понадобилась Ирине, чтобы стать чемпионкой Европы. Девочка уже в первый день своих тренировок доказала, что ни перед чем не остановится и готова идти к своей цели. Она пришла со своим братом, и мы ее поначалу, отец не хотел брать ее на тренировки, потому что девочек не хотели тренировать. Она была с длинными волосами, и мы, отец сказал, она очень сильно уговаривала. И в итоге отец сдался, но с одним условием, что она подстрижется коротко. На следующий день она пришла с отстриженными волосами, и с тех пор она тренируется, и ни разу не было такого, что она опустила руки. Ирина Хубулова для своих младших коллег по залу стала настоящим примером. Юные спортсмены, глядя на ее упорство и сильный характер, тоже пытаются быть на высоте. Хочу быть, как Ирина. Она стала для меня настоящим примером. Мы очень гордимся их, хотим быть очень сильными, как она, и всегда побеждали. Сейчас спортсменка активно готовится к юношеским олимпийским играм, ведь они не за горами. Пройдут уже осенью этого года в Аргентине. Пока эти игры для Ирены главная цель. Ну а там, как говорит сама девушка, и до Олимпиады 2020 года недалеко. Сармат Мисиков, Сабина Гатаговых, это Гопоев, Новости о сети. К этому часу это вся информация. Спасибо за внимание и оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok